Известный российский адвокат, полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский приехал в Иваново. Здесь он встретился с местными охотниками, адвокатским сообществом и журналистами. Присутствующим сразу заявил, лекции читать не намерен. В беседе с адвокатами речь зашла о несовершенстве российской судебной системы. Нет ощущения защищенности ни у тех, кто во власти, ни у тех, кто в оппозиции, ни у тех, кто богатый, ни у тех, кто бедный. Нет ощущения защищенности. А почему нет ощущения защищенности? Что у нас нет суда, нет полиции, нет прокурора? Есть. Я опускаю часть логической цепочки, но поверьте просто мне, что в конце этой цепочки вывод очень простой. Ощущения защищенности нет потому, что у нас нет ощущения независимого суда. Слухи о том, что Борщевский будет защищать арестованного ивановского предпринимателя Дмитрия Сиганова, спикер не подтвердил. Адвокатской деятельностью он не занимается с того момента, как начал работать в правительстве. Что касаемо задержанных Сиганова и Урлашова, Борщевский считает их жертвами черного пиара. К сожалению, у нас в стране очень большое распространение получило то, что называется черный пиар. Если вы думаете, что только в отношении Сиганова и Урлашова, то вы ошибаетесь. Происходит то же самое и в отношении Собянина, и в отношении Воробьева, исполняющего обязанности губернатора Московской области. Уверен, что и в других областях происходит то же самое. Областное общество охотников и рыболовов интересовало мнение Борщевского относительно судебных тяжб между организацией и правительством области. На эту тему Михаил Борщевский даже успел переговорить с губернатором. Мне показалось очень позитивным, потому что Михаил Александрович высказался в том плане, что он готов на какие-то компромиссы, искать какие-то альтернативные пути, мирные пути решения вопроса. И когда я сегодня встречался с охотниками, я им сказал ровно то же самое, что договориться о встрече с губернатором. Не выясняйте, кто прав, кто виноват был раньше. Вот сейчас подведите черту и договоритесь о том, как жить дальше. Поверхностно ознакомившись с делом охотников, юрист констатировал, это война, в которой не будет победителя, а потому нужно прийти к компромиссному решению. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.